ну и соответственно свет мы наверное втыкаем куда-то вот сюда здесь хорошее место для света вот соответственно да ровненько красивенько единственное что у меня заканчиваются вот это обессал стоун ну черт возьми заканчивается заканчивается найдем себе еще чего-нибудь я на самом деле находил довольно много всяких месторождений кворит стоуна вот этих вот красивых камушков так вроде похоже на то что надо единственное что для того чтобы эта штука заработала нужно не только также да похоже что так нет очень много барахла мешается но пуща мешается так готова алтарь должен стать тиро 3 а нет не должен стать тиро 3 мне нужны еще колонны и glowstone и насколько я помню нужны именно glowstone и так на колонна дизитные пока что потом сделаем покрасивше хотя может быть не стоит по 2 по моему я абсолютно не уверен что я делаю все правильно потому что ну тут текстура на полу разная там очень сложно отсчитать сколько чего ты уже поставил но кажется так хорошо и так должно работать ну-ка тир-3 господа это алтарь тир-3 все правильно сделал такс но раз все правильно сделал надо сюда поставить свет вот убиваемые должны видеть на какому классному таре их убивают так ну и соответственно забрать вот эту штуку сделать себе из нее лампочку мне кстати нравятся эти лампочки и поставить ее вот сюда то что мне алтарь на половину из эндезита на половину из непонятно чего меня не очень радует потому что как бы вам сказать правильно то но все должно быть все-таки более-менее симметрично и хотя может быть в этом есть какая-то радость что все вот такое вот кривое косое но зато тир-3 и так мы перестаем пользоваться вот этой штуковиной у меня в крови еще кончилось до же есть придется опять включить регенерацию и опять начать мучить себя так а еще мне где-то была моя перчатка не кстати понял куда девается мой шприц мой шприц действительно девается на лечение меня надо сходить за новенькой жижей шприц но здесь мы пока доделаем вот эти камни они превратятся в правильные штуковины когда мы вернемся можно будет можно будет так где заправляю сегодня шприц сегодня шприц я наверное заправляю на эндерферме я туда сделал телепорт вот такой но для того чтобы не бегать в сад хотя ну да в саду надо сделать будет такое красивое местечко где люди бы встречались друг с другом давно серверу пора сделать что-нибудь такое вот типа не общего места встречи но я боюсь еще что здесь не хватит мне в шприце ничего сам для шприца не черта и мне надо этой жиже побольше да прям совсем ни о чем прям вот придется идти вниз и посмотреть что у нас творится внизу внизу банка полная черпать из нее можно но я боюсь что много хотя неплохо черпается из нее да у нас прям запасы запасы такс мне нужно каким-то образом генерировать много мобов а мысль номер один сделать вот такой столбик из вот вот этих самых дропов и земли хорошая мысль конечно мобов надо много но черт возьми какой-то жуткий чит что тут ну совсем типичное не то нет камушки доделаться до переделаться не успели жаль но зато у нас есть немножечко вот вот этой штуковины а что это такое я получаю чтобы тут пинкает а вот этот пинкает да 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 хватит работать только тогда когда тебе сказали работать держи камушек при себе у нас тут процесс такс в алтаре жижи дофига можно сливать опа а ну и конечно же ты тоже не экстрактишь потому что ну не надо тебе экстрактить держи все свое в себе такс шприц меня лечит и шприц меня лечит по моему даже лучше чем регенерация прям вот лучше конечно перчатка но шприц прям прям вещь такс когда будет готова он зелененькая что такое зелененькая зелененькая это reinforced slate ага reinforced slate помещаем опять же сюда мы хотели сделать тартарик гем следующего поколения где это было да у лессер тартарик но для этого нужен маленький и лессер а как по-человечески все это делать м но невзирая ни на что невзирая на то что нам нужно штуковина готова это все еще reinforced отчет а тут них во она наверное делается очень дорого черт несмотря а несмотря ни на что у меня вообще кровища нету же есть во имбью it's late есть reinforced slate и есть имбью it's late зачем мне нужны reinforced slate для того чтобы сделать sigil of him нет для того чтобы сделать common тартарик гем во common тартарик гем делается из алмаза блока золота и маленького тартарик гема алмаза блока боже я до сих пор не вылечился золото и маленького тартарик гема ой реально да к сожалению вот эта вот история стом крафта будет преследовать меня теперь всю мою жизнь так маленький тартарик гем нет он идет сюда и суда идет вот вот эта штуковинка смотрим хватит ли у меня куда я сунул маленький тартарик гем хватит ли у меня хватит ли у меня куда нет он был петти да вот тартарик гем а мне нужно лейсер сделать да нет по-моему не хватит мне нужно два лейсера черт пойду делать лейсер что-то история с заряжением тартарик гемов меня начинает подбешивать прямо так вот но потому что медленно плохо и не весело давайте себе же сделаем вот эта штуковина думаю что вилла здесь должно хватить 58 а чё не хватает из маленького тартарик гема из маленького тартарик гема алмаз красный синий получают самое мы тратим вилла шагна на до 60 вилла потратится 20 окей а у меня вилла черт не было мало 58 до эти нелепые тела движения надо продолжить ну ладно сейчас сделаем так но вроде теперь должно хватать запускаем процесс и процесс пошел обещают потратить 20 тут довольно интересно там максимальное количество которое нужно и столько сколько будет заряженого самое сколько будет сколько должно быть всего в этом камне сколько с этого камня будет использовано итак у нас есть первый тартарик гем так чё нам на что такое что такое а почему не работает моя штучка опять сервером что-то не то ах так посетил у меня две мысли мысль номер раз где наша дырка неправильный меч у меня что-то как-то слишком много лишних мечей дырка должна быть почему я не вижу почему я не вижу на этом дурацком полу а вот бедрок вижу бедрок так я бы хотел немножко увеличить мощность вот вот этой штуковины она конечно огромная страшная она такая огромная страшная потому что я ее защищал от лишнего света тирак надеюсь нету ладно лавы надеюсь всего а вот я высосал которая не должна быть здесь что вот это вот такое а это бог а как о как соответственно это у нас это у нас это у нас крыша так я хочу тогда здесь сделать что-то высотой тоже 3 а здесь у нас портал так здесь мы наверное все таки сделаем как-то вот так чтобы она была вся из вот этого белого прекрасного диоритового кирпича диоритового кирпича я сказал не повезло бардак бардак в рюкзаке так нет нет я сказал кирпича кирпичик интересует он ничего так так вот так вот она будет как-то соответственно здесь будет пол на котором будут спавниться вместо крыши и все будут отправляться что будет если все будут отправляться сюда кстати можно и чтобы все отправлялись сюда и тут где-то падали вниз и падали вот в этот портал да все устроено именно вот таким вот образом а стоп шикарно а куда вот так вот так начало строим единственный вопрос мы строим так или мы просто делаем тут портал побольше они все въезжают в один огромный портал вот это кстати супер вопрос мне очень нравится такая идея я понял почему здесь все из диоритового кирпича дело в том что здесь довольно много диорита и строить из него было просто легко и непринужденно ну и собственно цвет белый такой хороший что там амазики амазики закончились с какой у людей кончаются амазики вот вопрос как вообще хорошо бы сделать эту моб спавнилку и и вообще хорошо бы немножечко увеличить до размера до размера где-то наверное чанг но нажима бы ровно в чанке спавниться вот это будет чанг это будет один уровень пол три уровня под эндорменов потом один уровень пол три уровня под эндорменов до 8 и тогда это будет такая штуковина да и и над перестраивать дам ее сейчас и на самом деле чуть-чуть бы нам ее не перестроить тем более что вот вот этот штуковина очень легко и непринужденно восстанавливается да мужик отстань я тут чищу не видишь соответственно мы делаем эту штуковину размером чанг оставляем вот это вот окошечко потусторонний мир как и есть тут наверное ну для консистентности закладываем не ожидал я что тут до сих пор есть лава для консистентности закладываем белым камушком стоп а мы не белым камушком закладываем мы весь чанг очищаем от лавы потому что строится то мы будем по границам чанка а это уже на самом деле проблема вот кстати еще одна проблема вот вот эти вот лапочки которые тут все освещают дело в том что эти вот так у нас везде лава дело в том что эти лампочки да хватит уже заползают внутрь спаунера и становится там это и там все освещают но в общем я тут борюсь с лавой с этой лавой нормально по-человечески побороться невозможно хотя филлер и может быть и высосет то есть этот билдер но чё-то как-то все я ее я ее уже почти победил по крайней мере в этом чанке такс ну чё продолжаем очищать надо строить вот эту штуку и она чтобы она не была такой адской потому что 11 11 все-таки многовато давайте вот 5 на 5 вот и пройдемся вот этой вот 5 на 5 здесь для того чтобы так вот пройдемся 5 на 5 для того чтобы выровняться и дать себе возможность сделать спавнерку 16 на 16 до что-то весь спавнер разнес к сожалению под раздачу попадает еще и вот этот конструкция которая мгновенно куда-то там уехала и здесь редстончик так куда это все мгновенно уехала все должно мгновенно уезжать вот сюда я думаю мы ее восстановим когда-нибудь может быть и нет не знаю тякс продолжаем разговор ну вот на удивление целый свободный чанк а его низ я хочу немножко увеличить мощность моего производства мобов сломайся зараза ухты она чуть было не выжила так да здесь надо почистить ухты а я прямо этим чанком попадаю в свой карьер окей будем знать а может быть стоит построить над карьером есть небольшая неприятность я не проверял на какой высоте у меня самый нижний подвал который у меня есть сейчас в там сверху вот вот эта комната с машинами если он меня какой-нибудь меняемой высоте может быть в этот чанк перетащить вот этот карьер и строить мог ферму над ним но на самом деле черт его знает нет наверное вот у нас прекрасное место где у нас будут жить мобы надо это дело начинать обстраивать да всего вроде хватает строим каркас интереснейшая история я взял четыре стека земли то есть четыре раза по 64 как раз ровно для того чтобы заполнить чанк который 16 на 16 того 26 осталось по минуту 60 а это же 4g16 плюс 4 то есть 4g15 супер так ночью вот это чанк можно выключать границы этот не выкопал сейчас выкопаю и начать застраивать вот так вот вот наш map grinder практически готов он конечно сейчас начнет тут спавнить чтобы он тут не спавнил наверное стоит сделать себе мега торч ну потому что какая разница светло тут или темно у нас задача чтобы не спавнилась так что нужно сделать дальше нужно сделать основание пола следующего этажа следующий этаж это у нас вот этот 4 то есть вот эта штука высотой 3 потом пол он же потолок и еще раз высотой 3 ну и дальше можно закрыть я же не жадный зачем мне на самом не так много мобов я так это поиграться вышел вот так что давайте смотреть что получается конечно рф-билдером было бы быстрее значит об этом не подумал ну это будем оттачивать моторные навыки быстрого строительства жутких коробочек так теперь теперь эта штука высотой 4 1 2 3 и 4 наверх мы ставим землю земли тоже нужно еще насколько я помню 4 стека но без 60 штуковинок закрываемся удивительно не осталась последняя земля и мы ее использовали ровненько ну что дальше мы делаем еще высотой 3 стеночку и начинаем думать как мы отсюда будем этих самых мобов транспортировать ну вот собственно и готово если что я не помню где у меня выход но скорее всего если смотреть по карте то выход откуда-то сюда угадал выход вот у меня здесь двумя кубиками обозначен центр так и я сейчас буду делать себе портал через который злых мобов я буду отправлять черт знает куда так опять этот том крафт но уже от этого никуда не деться соответственно у нас вот так вот как-то будет устанавливаться портальчик я думаю что шириной 2 это нормально по-божески по-человечески но сам портал будет большой откуда тут дырка я прокопал дырку я прокопал дырку тякс и соответственно даже докуда-то вот до сюда где-то там внизу здесь наверное будет стоять 3 септиком и не помню как называется эта штука но я помню как она выглядит так вот это собственно он баунде зваки а где мой дизлокатор который ведет а контент сейвит соответственно дизлокатор прям здесь вот и остался соответственно если мы возьмем вот эти вот драконик камни которые больше не надо крафтить потому что я наворовал кучу дракона и построим здесь портал м ладно сейчас построим так портал почти готов чпок но не помогло ой а эту штуку можно сделать невидимой точно точно но отсюда надо забрать а вот я собственно забрал баунту а вон здесь вот здесь нормально по и если впрыгивают портал я попадаю в комнату убивания кстати тут есть вот эти штуки которые может быть мне потребуется это действительно не раздалбываются да эти действительно не раздалбываются окей что дальше дальше мне надо покрыть здесь все вектор плейтами но необычными я их наверное уже куда-то скинул да да вот почему 10 маловато маловато очень маловато куда не делись ну ладно к черту подробности мне нужны вектор плейт и мне надо их мне надо их 4 стека вниз 4 стека вверх но не такие я хочу желтенькие для желтеньких мне нужен дарк шугар дарк шугар можно сделать из визердаста не не проблема визердаста много по моему я сделал дарк шугара даже больше чем требовалось но можно его делать из дарк шугара дарк шугар из дарк шугара так тоже бывает черт возьми даже делся зелененькие плейты почему желтенькие кстати будет очень дорого их проапгрейдить визер даст блок может быть не проблема но это будут вообще красные сверх красные супер современные а вот наверное да так я хочу вот эти даст блоки они дешево делаются так даст блок они даже по-моему не делаются они у меня даже по моему есть да потому что визердаст я храню в 1 2 3 4 5 6 и 7 потому что мне не нужно будет прям вот все 4 стека как вы помните в общем а дальше как то так вот и не дай бог я тут зазеваюсь меня сразу тянет в портал и придется телепортироваться обратно не то чтобы это легко делать дело в том что мне приходится летать а летаю я довольно быстро и если вот просто так вот буду лететь и устанавливать я их устанавливаю не подряд жаль 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 а вот если устанавливать это все какой-нибудь машиной то к сожалению эти стрелки должны быть установлены именно плеером потому что у плеера есть направление в котором он их устанавливает у машины такого направления нету к сожалению так что это отдельная больная головная боль и кажется я доделал так главное успеть да я я же нажал shift соответственно я же приземлялся так что мы делаем мы прокрадываемся вот сюда вот берем drop of evil и заражаем этот участок земли что-то должно было произойти еще что-то произошло так первый уровень заработал теперь самый интересный вопрос здесь он конечно заработал но добрался ли этот drop of evil заразил ли он всю землю или же он заражает до какого-то это что такое это просто земля да придется заражать еще и здесь ну чтобы вся система заработала